А на повестке дня Кабинета Министров Чувашии корректировки в правила присвоения почетных званий, предоставления льгот на капремонт и продление запрета на охоту. Учителя и преподаватели, воспитатели и инструкторы, одним словом, активные наставники за свою деятельность будут получать почетные звания Чувашской Республики. Это делается для того, чтобы популяризовать и развить институт наставничества. Также предлагается внести изменения в положение о почетном звании заслуженный юрист Чувашской Республики. Если действующая редакция предусматривает присвоение этого звания работникам, проработавшим не менее 10 лет в органах юстиции, прокуратуре, государственной безопасности, внутренних дел, суде, адвокатуре, нотариате, государственных органах, организациях, то проектам предлагается данный перечень дополнить работниками органов местного самоуправления. К сожалению, ранее юристов ОМСО к этой группе не относились. Ядрин и АлатРа предлагается внести в перечень исторических поселений, которые имеют особое значение для истории и культуры Чувашии. К слову, в России сейчас городов с таким статусом 41. Это нам придает дополнительный статус этим городам, как и историческим поселениям. Они могут участвовать в чрезвычайском конкурсе на создание комфортной городской среды малогородов до 100 тысяч населений. Поэтому прошу поддержать. Евгений Иванович, а ограничения, почему Цивильск, Марпасад сразу нельзя их? Или они не соответствуют? Нет, там по количеству мы в первую очередь берем те города, которые у нас более 100 у них объектов. Объектов больше? Да. Ну, Марпасад тоже мы готовим пока проекты, документы. Льготы на капремонт в Чувашии получают почти 8 тысяч человек. Однако те, кто имеет задолженность, в будущем могут лишиться льгот. С 1 января 2021 года обязанность субъектов Российской Федерации не предоставлять гражданам компенсацию расходов на уплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной, вступившей в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. На заседании правительство рассмотрели и продление запрета охоты в республике на глухаря, барсука и сурка на ближайшие три года. Это поможет увеличить их популяции на территории Чувашии. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.